Порядка 200 килограммов батареек собрали в 17-й школе города. Совместно с детьми родители и педагоги приняли участие в акции по сортировке мусора в рамках экологического движения «Сделаем вместе». Сегодня мы как раз подводим итоги акции здесь, в 17-й школе, которая зарекомендовала себя, наверное, ну, назовем ее самой зеленой школой города Новочебоксарска. Параллельно с детьми сегодня в республике формируется целая отрасль по переработке отходов. Вот создалась ассоциация «Экотехнопарк», которая будет создавать и инфраструктуру, и заводы по утилизации здесь внутри Чувашской республики. Отметим, что школа номер 17 является активным участником этого движения. И на днях эта школа стала первой среди общепрозавательных городских школ, где появился «Экобокс». Это установка для безопасного складирования содержащих ртуть ламп и батареек. Оборудование позволяет эти предметы складировать отдельно в разные ячейки. Помимо сбора батареек, в школе проводятся открытые уроки, где ученики старших классов рассказывают ребятам об уровне экологической культуры. Нас очень заинтересовала эта тема, поэтому мы привели в нашей школе трехдневный эксперимент, в ходе которого учащиеся наши школы разделяли бытовые отходы на пять фракций. Пищевые отходы, бумага, стекло, пластик и металл. Ежедневно они взвешивали эти отходы, фотографировали и заносили данные в таблицу. Мы сделали общую таблицу и диаграмму. Мы узнали о том, что большинство отходов – это пищевые отходы и пластик. Наши кураторы организовали экскурсию на предприятии по переработке отходов, где нам рассказали о том, что разделение мусора на домашнем уровне в любом случае является большим плюсом. Активисты экологического движения призывают учеников сортировать отходы дома, приносить батарейки в пункты приема, а не бросать их в общий мусор. Это поможет детям уже со школьницками нести ответственность за экологическую обстановку там, где живешь. В батарейках содержатся такие различные яды, химикаты, как свинец, ртуть, никель, различные щелочи. Все это под действием коррозии в почве попадает в воду. А этой водой мы орошаем поля, и получается, что различные яды, химикаты попадают к нам в организм с продуктами. Они имеют свойство накапливаться в нашем организме и вызывают различные онкологические репродуктивные заболевания. Дмитрий Агафонов приехал недавно в Новочебоксарск с Дзержинска Нижегородской области. Работает в 17-й школе учителем истории. Педагог рассказал, что удивлен экологической культурой местных жителей. В Дзержинске опыт моей работы заключался в том, что мы мониторили с помощью квадрокоптеров незаконные сбросы, незаконные свалки. Фиксировали их и докладывали в соответствующие органы, чтобы их устраняли. В школе мы планируем организовать из детей подобный отряд, который будет нацелен именно на улучшение экологии города. В школе подвели итоги акции по сбору батареек. Самые активные получили благодарственные письма. Ребята с удовольствием приняли участие в акции, которая поможет сделать наш мир чище. Ольга Лазарева, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска.